МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 17 января 2015 года в Беларуси организовано еженедельное проведение облсполкомами и Мингородсполкомом прямых телефонных линий. Они проходят по субботам с 9 до 12 часов. Это сделано в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, незамедлительного решения проблемных вопросов, возникающих у граждан. Названий улиц в бывшем военном городке Зябровка нет. Так уже сложилось. В бытность расположения здесь во времена Советского Союза нескольких полков стратегической авиации никаких названий не было, только номера домов. Поэтому найти дом номер 251 для местных жителей не проблема. Тем более, что с недавнего времени он что-то вроде местной достопримечательности. К сожалению, только со знаком минус. В эксплуатацию его сдали в конце 2011-го, а уже через три месяца от жителей стали поступать жалобы на то, что крыша протекает. Елена Демиденко, которая посчастливилась получить квартиру на верхнем этаже, до сих пор не может забыть, как расставляла всевозможные емкости на полу. Спала во время дождя, кстати, по часам. Не успеешь вылить воду из тазиков, а зальет соседей. Сначала потекло на балконе. Это все вроде бы заделали. Потом я прихожу с деревни. У меня тут уже на полу на ламинате целые лужи. Я звоню в эту организацию, говорю, это же невозможно. Люди, конечно, жаловались, однако в основном безрезультатно. Приезжали, что-то делали, но душ из крыши все равно не прекращался. На нас не обращали внимания. До того момента, пока мы не обратились на горячую линию. Приехала комиссия, и они нам сделали ремонт шифера, заклеили гирлентой, которая по всему периметру. И когда мужчина приехал в строитель делать эту крышу, он сказал, что я даже боюсь становиться на шифер, потому что он очень некачественный. Конечно, я боюсь вам об этом говорить, потому что я работаю, и вы понимаете, чем это может для меня закончиться. Но добивайтесь того, чтобы вам его поменяли, потому что он дальнейшей эксплуатации не подлежит. И мы сами это все прекрасно понимаем. Через месяц после так называемого ремонта жители верхних этажей демонстрируют плесень на стенах квартиры и высказывают обоснованные сомнения в ее пользе для маленьких детей. Название товарищества собственников – лилейник. Кстати, от растения с одноименным названием. Любящим освещенные участки и отсутствие большого количества влаги. В тени, как и в пасмурный день, цветок лилейника может совсем не открыться. Местные власти об этом, похоже, даже и не догадывались. Иначе такие условия для жителей кооператива «Лилейник» не создавали бы. Даже после ремонта крыши, вылившегося в заклейку трещин на шифере специальной лентой, в подвале дома можно было снимать фильм ужасов. Плесень, стаи комаров и не то что грибок – настоящие грибы. И это еще не полная картина. Наша съемочная группа поднялась на чердак и была очень удивлена. Первые признаки грибка стали появляться уже на балках перекрытия. Пришлось жителям самого нового взябровки дома вновь обратиться на прямую телефонную линию Гомельского облсполкома. Как результат, заместитель председателя райисполкома, ответственный за решение проблемы, отстранен от занимаемой должности. Люди надеются, теперь-то их заключение закончится. На положительное решение надеются и жители дома номер 2 по улице Бородина в Гомеле. Уже третий год они пытаются договориться с владельцами, расположенных на первом этаже магазинов. С одной стороны, понять предпринимателей можно. Объекты не эксплуатируются, а поэтому и отапливать их экономически невыгодно. Только вот у жителей, расположенных над будущими магазинами квартир, от этого сплошные проблемы, охарактеризовать которые можно известным выражением – борьба за выживание. В результате того, что эти помещения не отапливаются, в квартирах сыро, холодно, при перепадах температуры образуется конденсат. Пошел по стенам грибок. Все семьи, которые проживают на вторых этажах, они имеют детей. Одна семья многодетная, там мама у них инвалид. Вторая семья, там ребенок инвалид, у него проблемы со здоровьем серьезные. Это, конечно, отражается еще хуже на их состоянии здоровья. Все эти условия. В Гомельском горе-сполкоме напрямую телефонную линию, у которого дозвонились представители дома по улице Бородина, не отрицают. Проблема существует, и ее необходимо решать. Тем более, что по большому счету это прецедент. Нежилые помещения на первых этажах многоэтажек – явление все более обычное. И вопросы взаимоотношения собственников могут вызвать массу обращений в органы власти. Еще одна проблема, поднимаемая населением – наличие парковок. Жители дома номер 17 по Гомельской улице имени Косарева не скрывают своей обеспокоенности. Детей на улицу страшно отпускать. Машин на дворовой территории столько, что еще неизвестно, дойдет ли ребенок до расположенного всего в нескольких десятках метров от подъезда детского городка. Тема есть, я с вами согласен. Она у нас не только в вашем микрорайоне, в целом по городу присутствует. Поэтому стараемся мы эту проблему решать. Вот в этом году где-то около полутора тысяч парковочных мест мы по городу создали новых. Но и этого мало. Поэтому берем ваш адрес себе на заметку, посмотрим, что там можно сделать. Ну, не сейчас, естественно, это уже весенний-летний период, когда наступит. Тогда будем смотреть и будем думать, что там сделать. Ну, тема только одна. Хватит ли у нас на все денег? Ну, будем стараться этот вопрос решать. Потому что вы справедливо его ставите, он ненадуманный. Надо это делать. Практика проведения прямых телефонных линий свидетельствует, если на обращение людей реагировать адекватно и оперативно, решение проблемы найти можно всегда. Агрогородок Красное Гомельского района местные жители еще недавно называли Большим озером. Не весь, конечно, а ту часть, которая приходится на улице Молодежную и частично Озерную. С большим выпаданием осадков, конечно, здесь было такое озеро. Наверное, метров 150 в одну сторону, метров 150 в другую. Все это было затоплено, все это было залито. Не решались вопросы, обращались в ЖКХ. Потом обратились к губернатору. Вопрос решился. Справедливости ради, заметим. Местный райжилкомхоз вопрос решить старался. И откачку лишней воды производил постоянно. Правда, похоже, это было больше на борьбу Дон Кихота с ветряными мельницами. Пока не было канализации, проблему все равно было не решить. Были выполнены работы Гомельским ПМС. Выполнены их, считаю, качественно, потому что после выпадания осадков лужа этой уже не стала. Вот. Люди довольны. Кстати, лишняя вода сегодня используется с пользой. По новым коммуникациям она попадает в пожарное водохранилище, которое ранее, по большому счету, больше напоминало сухую яму. Благодаря обращению на прямую телефонную линию в исполнительный комитет удалось решить и еще одну проблему. Длительное время беспокоившую жителей деревни Скиток Гомельского района. Казалось бы, 21 век и всего пару десятков километров от Гомеля. А тот же телевизор иногда посмотреть было невозможно. Электричество отключалось в самый неподходящий момент. Если для этого вообще есть момент подходящий. В область полкома к обращению отнеслись со всей внимательностью. Во время приезда в деревню нашей съемочной группы здесь заканчивали работы специалисты Гомель Энерго. Еще несколько дней и жители Скитка о проблемах с электричеством забудут навсегда. Протяженность новой линии составила почти полтора километра. По нынешним временам это не маленькие средства. Однако сказано, сделано. Перебой и не хватает электроэнергии людям. Ну сейчас же 21 век, каждый хочет интернет посмотреть. Ну не хватает напряжения. С учетом обращений граждан был сделан Гомель Энерго проект. И сейчас строится новая линия. Не поступает больше звонков на прямую телефонную линию и по поводу благоустройства гражданского кладбища в деревне Кравцовка Гомельского района. В Терюхском сельсовете, на территории которого находится это захоронение, не скрывают. Проблема действительно существует. Практически все местные кладбища здесь вообще находятся в лесных массивах. А поэтому старых деревьев на их территории много. И убирать их сложно. Непосредственно в Кравцовке добавляется и еще одна трудность. Пладбищу более 100 лет. Захоронение расположено хаотично. И современной технике подъехать к аварийным деревьям совсем непросто. Впрочем, эту проблему совместными усилиями в конце концов решили. Как и ряд других, с которыми на прямые телефонные линии в исполкомы разного уровня обратились местные жители. Была сделана асфальтовая дорожка инвалиду колясочников до центральной дороги. Остановочный пункт организован дополнительно в деревне Терюха. Это те работы, которые требовали каких-то вложений и затрат. И очень много было обращений, на которых даны разъяснительного характера объяснения. Что это возможно, это невозможно. В принципе, значит, это будет сделано тогда-то, а это немножко подождет. Ну и по обращениям мы принимаем все меры, которые возможно принять. Позвонившая на прямую телефонную линию Гомельского облсполкома Семья Шусевых из областного центра сегодня признается. На такую реакцию руководство области даже не рассчитывали. Тем более, что вопрос, в общем-то, житейский. Ночью заболело одно из домашних животных. С утра хозяева поехали в учреждение, которое до этого времени считали самым надежным – государственную ветеринарную станцию. И столкнулись с отношением, которое даже бюрократическим назвать нельзя. Так называемые медики, кстати, даже представиться не захотели. А поэтому и в обращении к губернатору неопределенное он. Он меня ставит, ну, уколите ему антибиотик таким тоннам. Я говорю, ну, если вы в 103 позвоните, и вам так ответят. Вы что ответите? Вы должны? Я же к вам как к специалисту приехала. Мы вас завезем назад, привезем, заплатим. Вы же, сейчас же всем деньги нужны. Не знаю, когда все соберутся. Я спросила, во сколько вас все соберутся? Это уже было 10 или 15 минут 9-го. Не знаю. Вот этот вот, понимаете, безразличие абсолютное. Открик души, я вам честно говорю. Я принимаю. Я разберусь. И дадим вам ответ. Спасибо, до свидания. До свидания. Васюченко, значит, это ваша структура, ваша подвластная вам, горосполкома. Значит, вы ехать, разобраться и показать мне, и дать человеку ответ, кто там. И разобраться с самым строгим. Нет, пускай идут и ищут работу. Практика работы с обращениями жителей Гомельской области свидетельствует. До 80% жалоб можно решить без привлечения значительных бюджетных средств. Звонок из деревни Хобное Калинковического района. У райисполкома не хватает денег, чтобы содержать общественную баню. При том, что сегодня ее посещает максимум пару десятков человек. Не учитывать интересы любителей здорового пара, конечно, нельзя. Однако при желании и здесь можно найти взаимоприемлемое решение. Мы сегодня баню содержим за счет государства по кзоту. 7 или 8 часов работаем. Охрана, отпускные, больничные и так далее. В итоге пустота. Пройдет человек, частник, это его. Пускай забирает безвозмездно сегодня за одну базовую. Пускай забирает, сделая там условия. Я вам гарантирую, что будет туда идти народ и будет зарабатывать этот человек. Из категории «Давайте решать вопрос вместе» и еще одно обращение на прямую телефонную линию Гомельского горисполкома. Улица Огаренко, 17. Детской площадки нет, зато личных автомобилей на дворовой территории. Хоть отбавляй. Принадлежащих, кстати, жителям этого же дома. Дилемма – как удовлетворить все запросы в этом случае. Вероятно, проблему необходимо решать все-таки совместными усилиями. Ремонт дворовых территорий Министерство жилищно-коммунального хозяйства исключило из перечня, которые можно было проводить за счет средств, которые собираем мы в том числе и от жильцов, и которые у нас планируются на текущий ремонт жилых домов. Поэтому сегодня этот источник уже просто не существует. То, что администрация района на вас, конечно, все хочет возложить, я считаю, это не совсем правильно, но если бы ваш дом какое-то долевое участие принял бы в финансировании ремонтных работ, я думаю, что мы бы могли тогда другим домам, которые этого не делают, ну, хотя бы объяснить, почему ваш дом в первоочередном порядке будет, по вашей дворовой территории, будет в первоочередном порядке производиться работы. Вот только исходя из этих соображений. И не более того. Потому что охватить весь город и сделать ремонт дворовых территорий повсеместно просто нет средств. Практика проведения прямых телефонных линий исполнительными комитетами доказала свою эффективность. Заниматься бюрократизмом и бумаготворчеством для чиновников становится делом все более небезопасным, а действительно проблемные вопросы решаются более оперативно. Хотя, наверное, необходимо констатировать и такую тенденцию. Иждивенчество в современном обществе также вряд ли получит широкое распространение. В конце концов, если решать проблему вместе, эффект получится куда более значительным. Дому более 20 лет и ни разу ни одного косметического ремонта не было. Какой номер подъезда ваш? Это один подъездного, полевская 40. Там одноподъездный дом, да? Да, 135 квартир. Неужели мы не насобирали на ремонт подъезда? Маты, сплошные маты на стенах. Штукатурка валится в подъезд из-за запаха плохого. Противно заходить. Хорошо, Ледина Николаевна, вопрос правильно ставите. Только я вам сразу... Извините, я еще хочу сказать. Принято решение в государстве за счет жильцов ремонтировать подъезд. Вполне возможно, что это разумно и людей заставит беречь то имущество, в котором они живут. Но инициатива в таких домах должна исходить от ЖЭУ. Согласен с вами. Правильно все говорите. Спасибо. Поэтому мы... Я даю поручение... Это у нас же дорожный, да? Да, железнодорожный. Поэтому даю поручение главе администрации, здесь его заместитель присутствует, чтобы уже на следующей неделе провели у вас собрание жильцов. Дома управления. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.